Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Юлия Черешнева. Сегодня, ровно через год после своего избрания главой города, Евгений Тевтелев с экранов телевизоров будет отвечать на вопросы горожан. Задать их можно уже сейчас на сайте teftelv.ru. Там же будет идти голосование за самый интересный вопрос. Самые популярные и набравшие наибольшее число голосов вопросы, они в первую очередь, наверное, и будут обсуждаться с журналистами «Времечко» с градоначальником. Ну, плюс, конечно же, не останутся без внимания и самые интересные вопросы, может быть, более узкие, но не вошедшие в топ-10, допустим, или в топ-15. Общение с главой города пройдет в эфире телеканала ТВЦ сегодня в 19 часов. Предположительно, отвечать на вопросы горожан Евгений Тевтелев будет в течение часа. В Магнитогорске готовятся к паводку. Воды ожидают больше, чем в прошлые годы. В марте снег будет таять днем. Ночью температура по-прежнему будет опускаться ниже нуля. Пика паводка в городе ожидают в начале апреля. Снега в городе много, а средняя высота покрова на начало месяца 54 сантиметра. В прошлом году только 34. Запас воды в снеге отличается еще более значительно – 130 мм против 70 прошлогодних. 13 миллионов рублей выделено Магнитогорску по областной целевой программе на стабилизацию рынка труда. Они пойдут на создание новых рабочих мест и переподготовку кадров по ряду направлений. По-прежнему будут выделяться деньги на трудоустройство инвалидов и выпускников, субсидии безработным на открытие малого бизнеса. У нас самый максимальный пик – 4%. То есть с 4% мы ушли на 0,79. Поэтому можно говорить о том, что мы по уровню безработицы вернулись на докризисный уровень. Благодаря вашим усилиям в городе удалось сохранить достаточно спокойную обстановку на рынке труда. У нас не было никаких социальных взрывов, бунтов и так далее, что прокатилось, ну будем говорить так, практически по всей стране. Вместе с тем в этом году появились и новые направления этой программы. В частности, выделены средства на обучение и переподготовку женщин, находящихся в декретном отпуске и работающих во вредных условиях производства. Тем же, кто еще находится в поиске работы, необходимо знать, что 17 марта во Дворце спорта имени Рамазана состоится ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. С 14 до 16 часов представители работодателей проведут поиск персонала, а специалисты Центра занятости предоставят консультации по трудовому праву. Узнать подробности предстоящего мероприятия можно по телефону 420716. Сегодня в Магнитогорске отметят Всемирный день защиты прав потребителей. В 12 часов в общественно-политическом центре пройдет пресс-конференция, в которой примут участие председателем ГСД Александр Морозов и председатель Объединения защиты прав потребителей Владимир Зяблицев. Этот день отмечают уже 50 лет. В 1961 году президент США Джон Кеннеди сформулировал 4 основных права потребителя. Право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Сегодня днем в Першимпенуазии минус 1,6. В Кизильском около нуля. В Верхнеуральске до 4 мороза. В Магнитогорске племенная облачность, снег, местами метели, 0,5.